Добрый день, я приветствую всех наших зрителей и напоминаю, что у нас сейчас прямой эфир на канале Универ ТВ, на портале Казанского Федерального Университета. Он такой, я его называю, гибридный эфир, потому что одновременно в социальных сетях, в Ютьюбе, ВКонтакте, в Твич идет прямая трансляция нашей встречи с гостем, которую я сейчас удовольствием представлю, и работает специальный канал для представителей средств массовой информации WhatsApp, куда они тоже могут задавать свои вопросы. Ну и, соответственно, темы, которые мы будем обсуждать, могут в дискуссии по этим темам участвовать те, кто эти каналы посетит во время прямого эфира. А гость и тема у нас сегодня очень актуальны. Гость, во-первых, значимый, потому что это директор одного из крупнейших, весомых и исторически очень наполненным историей, причем историей не только образовательной, но и прикладной, и значимость для республики, для страны, для научных исследований в области самого главного, чего нас волнует. Что нас вообще может волновать? Экономика, как мы живем. Это директор Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета Илья Гумерна Багаудинова. Добрый день. Добрый день. Еще раз напоминаю, вы можете задавать через социальные сети свои вопросы прямо в прямом эфире. Но, Илья Гумерна, было бы большим грехом не использовать момент встречи с вами и не спросить про экономику. Потому что, я же не зря говорил, что это нас волнует всех. В конечном счете, чтобы мы не обсуждали, все сводится к вопросу, где взять деньги, выдержит ли это экономика и какие у нас там управления. Это все название вашего института. Кто этим будет, управляете. Вообще, что такое управление? Эффективно, оно не эффективно. В общем, все сводится сюда. И нужны ли экономисты вообще? Ой, это обязательный вопрос. Это отдельный вопрос. Но я начать хотел, знаете, вот с аббревиатуры. Институт управления экономикой и финансов. А почему вот управление оказалось первым? Просто так красивее звучало? Или в этом есть какой-то подтекст? Я не могу сказать, что в этом есть какой-то подтекст. Дело в том, что в свое время, я скажу честно, как рождалась эта аббревиатура. Может быть, раскрою такой небольшой секрет. В 1985 году я закончила Казанский финансовый институт. И факультет, который я закончила, был учетно-экономический. И назывался УЭФ. И эта аббревиатура всегда была со мной. А так как я люблю играть слова и во все, я думаю, как же это, то, что было всегда со мной, как это превратить? Вот он УЭФ и есть. Да, вот он УЭФ и есть. То есть, ну, это теперь управление экономикой и финансы. Это три основные столпа, ну, скажем так, наших основных направлений, нашей жизни, нашего образовательного процесса. И то, что мы готовим, несмотря на то, что их у нас 13, это как бы три центровых. Почему на первом месте все-таки управление? Потому что мы готовим управленцев, мы готовим людей, которые могут принимать решения и должны уметь принимать решения. И люди, которые могут управлять ситуацией, управлять проектами и прежде всего управлять собой. Потому что человек, который не может управлять собой, не может управлять людьми. То есть, поэтому управление мы поставили в основу названия института. Ну, экономика – это экономика, это наша каждодневная жизнь. Вообще что такое экономика? Экономика это наука о ведении домашнего хозяйства. Потом слово домашнее ушло. Так родился этот термин еще около 600 лет назад, экономус. Поэтому это наука о ведении хозяйства. Хозяйство разного. Как вести хозяйство? Какое? Хозяйство, которое у нас на заводе, в сельском хозяйстве, на селе, в образовании, в медицине. Везде есть хозяйство. Везде надо сосчитать, сколько мы заработали, сколько мы потратили, на что мы потратили и на чем мы заработали. То есть экономика это такая интересная концентрация, которая дает нам на анализе данных принять уже потом управленческие решения. Поэтому мы экономику чуть подвинули, сделали ее второй, потому что все-таки не с основы, а в итоге управление, экономика и финансы. В нашем представлении в бытовом финансы это деньги. Хотя это неправильно. Финансы это все ресурсы, которые есть, вплоть до нематериальных активов. То есть можно много об этом говорить и уходить в терминологию. Но поэтому вот эти основные направления нашего института. Хотя их 13. И я считаю, что говоря об институте сегодня, об институте, который ровесник федерального университета. Вообще надо вот немножечко сказать, потому что очень много разных мнений. Ровесник федерального университета. Нет, ровесник государственного университета. Государственного университета. Значит, в 1804 году, когда императором Александром I создается университет Казанский, создается кафедра политической экономии общественных наук. Может быть, я чуть-чуть ошибаюсь, но политэкономия, общественные науки, связанные с экономическими направлениями, изучались на этой кафедре. Затем появились... И вообще они как бы около 100 лет так и существовали. И потом приходит 1931 год. Молодая Советская Республика. Нужны очень много образованных кадров. И Казанский университет с 1930 по 1933 год становится матерью, или отцом, правильно сказать, ряда вузов Казани. Это вытащили из структуры... Это Казанский финансовый институт, это Казанский медицинский институт, и это Казанский авиационный институт. Практически даже ПЕД-институт, это все было в одном месте. Они все вышли из... Может быть, я могу по ПЕД ошибаться, но вот эти три точно вышли из ЛОНа Казанского университета. И потом, как бы, все помнят историю Казанского финансового, Казанского государственного финансового института. Но если взять книгу об истории Казанского финансового института, там написано, что образован в 1931 году на базе ряда кафедр Казанского университета. Ну, вообще, фактически-то получается, что ровесник университета на экономическое образование. То есть, 1804 год. Да, да, да. И поэтому экономикой занимались всегда, всегда считали, всегда анализировали, всегда думали, как прожить. На то, что есть, как заиметь больше, и как потратить больше, как сэкономить, как выдержать при тех ресурсах, которые есть. И как бы эта проблема стояла и была всегда. Что бы мы ни говорили, я всегда говорю, что экономика, это, наверное, вот в моем представлении, это триумф четырех арифметических действий. Сложение, вычитание, деление и умножение. Не логарифмы, ничего. Вот эти четыре действия. Кто как прибавил, отнял, умножил и поделил, так у него складывается успех дальнейшей. Четыре арифметических действия. Вот отсюда очень интересный посыл, мысль. Вот вопрос, который и вы уже предварительно сформулировали за зрителей, за участников нашего сегодняшнего стрима. Ну и вот я вижу, он пришел в том числе в YouTube. Тут несколько вопросов, я вот первую часть озвучу. Что происходит с экономикой в стране? А вот к вашему тезису чуть-чуть добавлю в этот вопрос еще о стринке. Не случилось ли так, что экономика страны застряла только на одном действии, на делении? Она не может застрять только на делении, потому что там есть обязательно суммы, потому что мы с вами в любом случае перечисляем налог. Люди получают зарплату, а этот налог поступает в бюджет, это приход. То есть это плюс в бюджет, то есть это как бы не деление. Делится потом, когда весь приход сосчитает. То есть мы как-то иногда оцентируемся на деление, а вообще-то мы, все физические лица и юридические лица, мы поставщики денег в бюджет. И бюджет делит не мифическую сумму, он делит как бы наши с вами заработанные деньги. Налоги физических лиц и налоги юридических лиц, которым является федеральный университет. Что происходит с экономикой сегодня? Но я еще раз вам говорю, что это наука о ведении хозяйства. Экономика, как никто другой, естественно реагирует на тот процесс, который происходит. Но сегодня к нам пришла пандемия, к нам пришла эпидемия. Как-то она по-разному трактуется. Естественно, это изменило течение очень многих процессов и трансформировало очень многие бизнесы. Естественно, экономика реагирует сначала, как нормальная экономика, падением. И я не исключаю, что потом будет рост. Падают все, естественно, когда все закрывается, когда люди остаются дома, чтобы сейчас во главу всех правительств поставлено, самое главное, это здоровье людей и сохранение их, чтобы смертность, как можно больше снизить смертность. Естественно, это накладывает на определенные процессы. Но всегда, когда мы говорим слово «кризис», какой бы кризис ни наступал, всегда вспоминают китайцев, что кризис – это начало нового. Я оптимистка в жизни. Я не хочу говорить о плохом. Все-таки любой кризис, он ведет за собой. Да, ты теряешь работу, но это возможность дальше. То есть у тебя появляются возможности. И нельзя говорить, что да, можно сидеть, брюзжать и говорить, что все плохо. Можно так жить в жизни. А можно просто подумать о том, что это определенные возможности, начало новой жизни, начало нового пути и как бы начало изменения самого себя. И пересмотр многих вещей для организации. Вы посмотрите, как переформатировался даже наш общий ПИД. Кто смог переформатироваться, кто смог наладить доставку, где-то что-то как-то выжили. Очень многие закрылись, потому что считали, можно взять кредит, не вложиться, что-то поставить, потом отобьется. Вот не отбивается потом. И потом, надо всегда помнить, любой бизнес, который вы начинаете – это риск. И никто не говорит о том, что вот когда вы начинаете, это будет всегда только положительный эффект. Да, мы рассчитываем на положительный эффект. Но каждый человек, который начинает бизнес, он должен где-то уметь держать, что могут быть проблемы, может быть снижение, может быть вообще потеря и может быть провал. То есть вот мы как-то говоря о развитии предпринимательства очень многих вещей, не говорим о том, что может быть и плохо, что любая палка, она имеет два конца. А вот два таких вопроса на уточнение. Еще накануне начала пандемии уже шли разговоры в экономическом, в политическом сообществе о том, что мир на пороге глобального кризиса какого-то очередного. Чем он там вызван, мы не знаем, мы не экономисты. Я к чему? Не означает ли эти разговоры и то, что потом произошло, что пандемия стала таким катализатором, ускорителем того, что неизбежно должно было случиться? Или все-таки пандемия главная причина того, что произошло и с мировой, и с российской экономикой? Ну я вам хочу сказать, что в экономике есть такой предмет, и даже, да, как предмет, как, называется теория кризисов. То есть кризисы были всегда. Даже высчитывали определенную кривую и определенный момент, как часто они повторяются. Когда-то они повторялись там раз в 30 лет, раз в 40 лет, раз в 50 лет. То есть есть определенные факторы, влияющие на это, но кризисы, они бывают постоянно. Я думаю, что вообще конец 20 века характеризуется, вообще сам 20 век, мы очень мало об этом говорим, характеризуется очень сильной трансформацией. Вы понимаете, это век, когда рушатся империи. Первая мировая война, которая привела к разрушению ряда империй, прежде всего Российской империи, Османской империи, Австро-Венгерской империи. Затем рушатся, потом Вторая мировая война, Английская империя рушатся, другие империи. И вот, естественно, изменение мира, оно привело к определенным движениям внутри самого мира. Естественно, это повлекло за собой, изменился хозяин, изменился тот, кто владеет нефтью на территории Персидского залива, изменился тот, кто владеет нефтью в Канаде, который стал самостоятельной, а не, скажем так, не принадлежит Англии. То есть они хоть как бы где-то там входят якобы в содружество британское. То есть вот эти вот вещи, они очень сильно стали менять мир, изменилось отношение к социуму, отношение к человеку, изменилось отношение к женщине. Женщина в начале 20 века и женщина в конце 20 века. Роль женщины абсолютно изменилась. Это тоже все влияет, это тоже определенные, это тоже как бы факторы изменения экономической ситуации. Люди стали дольше жить. Конечно. Люди просто изменили. Они сейчас не делают теперь, они же долго живут. Потом мы изменяются, вдруг социалистическая система тоже трансформируется, она просто рушится. И вот эти изменения повлекли за собой другие изменения. Мы приходим в 21 век. Но 21 век уже менять, видимо, нечего. Тут, видите, проходит изменение здоровья, изменения, вдруг выходит пандемия. Но когда мы говорим о 20 веке, мы забываем о большой эпидемии чумы, которая была в Европе параллельно в промежуток после Первой мировой войны. Они мало говорят, потому что там было столько событий. Практически чума продолжалась и полыхала в Европе тоже около двух лет. И просто на фоне итогов Первой мировой войны, развала всех империй, эта проблема вообще-то шла несколько на другой план. А когда вот пришла пандемия, я просто даже почитала об истории всех вот этих вещей. И поэтому как бы сейчас вот эта вещь стала более актуальной. Сейчас именно забота о здоровье, о качестве жизни человека изменила мир. То есть, может быть, в какой-то момент просто бы это все оставили, все бы стали продолжать работать, а люди просто умирали. Могло быть и так. А сейчас мир принял такое решение. То есть, правительство приняло такое решение и поставили человека по главу угла. Да, где-то что-то мы потеряли, и мы будем терять. То есть, мы изменили значимость. То есть, мы человека в 20 веке не ставили по главу угла. И качество жизни тоже не ставили. А сейчас вот немножечко поменялось. Да, это привело к своим изменениям. Это поменяет картину во многих вещах. Как было до марта, до февраля 20-го года, после уже будет все по-другому. Вот я как раз про это второй как бы был точнее еще вопрос. Вы прямо так вот гармонично вышли на него, на ответ. Мы ведь, ну, наши студенты, молодые люди, они более, конечно, такие либеральные, они более свободны в своем осмыслении происходящего. Мы, ну, поколение 30+, скажем так уже, да? Чуть более консервативные. Так, вы хорошо нас назвали. Ну, конечно. Да, да, очень хорошо, мне нравится. И мы ведь где-то очень глубоко, так глубоко, что сами боимся в этом себе признаться, думаем и ждем, что вот сейчас какие-то ограничения снимаются, что-то такое вот оживает, и мир как-то вернется в прежнее состояние. Вы сейчас произнесли страшную для многих фразу, что так, как было, не будет. Что так, как было, не будет. Еще раз, можно чуть-чуть расширить, чтобы это не вызвать панический испуг. Ну, это не паника. Испуг легки уже есть. Это нормально, надо к этому относиться. Во-первых, когда человек будет открывать бизнес, он будет очень многие вещи просчитывать. Кстати, когда человек будет открывать ресторан, давайте с маленького начнем, он будет думать о том, как поставить столики, и надо ли ему открывать только на вынос, или все-таки делать и веранду. Потому что те, кто открыл веранду, пожили несколько получше. Там были свои плюсы. Во-вторых, еще более становится востребована профессия врача. Она никогда не уходила с повестки дня. Но если когда-то... Вот я вообще считаю, что три профессии всегда будут, пока есть социум, пока есть мир, будут всегда. Это медик, это юрист и это экономист. Потому что вот это как бы три, они будут всегда. И поэтому это не страшно. Когда мир пришел в войну, тоже было страшно. И думали, и я еще раз говорю, как был до, никогда не будет... Мы не вернемся в тот мир. Мы будем по-другому относиться к себе. Мы прежде всего будем по-другому относиться к семье, к своей семье, и к тому, что есть. То, что мы имеем у себя рядом. Мы подумаем, какое нам нужно образование впоследствии. Потому что сейчас очень сильно поменяется рынок труда. Очень сильно. Кто нужен, кто будет востребован. Но эти три профессии будут востребованы всегда. Я бы еще добавила четвертый. Это педагоги. Но как бы по-разному к этой точке зрения относятся. Но я считаю, что тот, кто будет учить... Ну, кто-то накопленные знания должен все равно передавать. Да, да. То есть вот есть профессии, которые будут вечные. То есть они вот как бы останутся. Поэтому я к любому кризису отношусь положительно в том смысле, что это даст новый толчок. При всем при том, что экономика России дала страшное падение. Экономики всех стран дали страшное падение. Но это возможность пересмотреть программы развития дальше. Люди будут строить. Люди будут развивать дороги. Хотя бы маленький пример. Пандемия заперла людей в квартирах. Да. Вы обратили внимание, может быть, может быть, нет. После того, когда стал немножечко теплее рынок, стали востребованы. На сегодняшнее лето практически сданы все дома в аренду на лето. И рынок именно недвижимости загородной очень сильно пошел вверх. И люди поняли, что у них маленькие квартиры для определенных. То есть если есть возможность, люди будут идти дальше и расширяться. То есть я говорю о положительном. То есть как бы это поменяет, естественно, это поменяет рынок. Поменяет рынок жилья, поменяет рынок загородной недвижимости. Люди, которые хотели продавать дачи, они их уже не будут продавать. Ближайшие пять лет точно. То есть потому что это в определенный момент было решением проблем изоляции. То есть и что будет? То есть люди пересмотрели ряд своих решений. Поэтому я говорю, что то, что было до марта 2020 года, уже мир будет другим. Мы подумаем поехать в ту или иную страну. Мы подумаем, прежде чем поехать, подумаем, нужно ли нам это делать. Нужно ли, как нам зайти. Да, есть разные люди, которые относятся по-разному. Кто-то носит маски, кто-то нет. Это их проблемы. Но каждый человек сам выбирает для себя, какое качество жизни он для себя выбирает. Вот так. То есть это уже выбор человека. Спасибо. Кстати, надо заметить, что и для медичников это был такой исторический момент. Потому что люди, запертые в домах, вдруг поняли, что контента вокруг много, а качественного не очень. И оказалось, что требования к медичникам вот постпандемийного периода будут уже принципиально иные. И тут тоже придется многое менять и к былому не вернуться. Мы даже можем сказать сразу. Там где-то прозвучал вопрос об учебе. Очень сильно поменялся образовательный процесс. Просит, да. Сейчас мы к нему придем, к образовательному процессу. Вот продолжение. Прямо тут зрители пытаются продолжать разговор уже с вами в онлайн-режиме. Кстати, чем онлайн хорош? Да. Вроде люди очень далеко и вроде они с тобой рядом дискутируют. Значит, наш пользователь в YouTube. Ну, во-первых, пишет, что отлично выглядите. Спасибо. Впрочем, как и всегда. И тут же задается вопросом, как вы думаете, сколько лет понадобится, чтобы оправиться экономике России от пандемии? И есть вопрос такого же плана, что какие ваши прогнозы на ближайший год? Вот оправимся за ближайший год? За ближайший год нет. Сколько потребуется? Я вообще не прогнозист. Вообще, то, что касается прогнозов, я хочу прорекламировать. Очень хорошо на эти вопросы может ответить Марат Рашидович Софиолин, наш проректор по стратегическому развитию. Он вообще на этой научной теме специализируется. Все будет зависеть от того, какую программу выберет правительство. Можно иногда, чтобы был очень быстрый рост, надо иногда очень жестко повысить налоги. Мы же этого не хотим? Нет. Ну вот. Поэтому, с одной стороны, любое правительство, любое принятие решений думает, как сделать, как не убить до конца физлица и как выжить в той ситуации, которая есть. Хотелось бы, конечно, для многих повысить цены, хотелось бы повысить налоги, тогда будет очень быстро. Но этого делать нельзя, потому что социум поменялся, люди другие. Людей все-таки надо беречь. Мы же опять говорим о качестве жизни. Поэтому, я думаю, что это будет постепенный выход. За год не выйдем. Я думаю, ну я даю года три. А вот уже такой политико-экономический тогда прогноз. Не случится ли так, что вот этот затяжной выход на новые, как было раньше модно говорить, горизонты развития? Видите, роста приведет к тому, что население на каком-то этапе утомится, и это приведет к каким-то политическим нестабильностям в обществе. То есть, когда рост экономики не успеет за политическими ожиданиями, за социальными ожиданиями населения. И население не выдержит. Вы знаете, я надеюсь, что у нас очень мудрое правительство. И я думаю, что оно постарается не допустить этих вещей. Я надеюсь на это. Но опасность этих вещей существует. То есть, я как бы вот здесь уже, помимо оптимизма, я реалистка. То есть, любое неправильное принятие решений, как было в Питере с закрытием каких-то баров, и вдруг Беглов признал, что он, оказывается, ошибся, оно может привести к определенной нестабильности в той или иной отрасли, в том или ином регионе. То есть, мы видим ряд регионов, мы уже их видим, мы не будем сейчас об этом говорить. То есть, эта опасность существует. Есть вопрос, очень конкретный, спрашивают пользователи. Можно ли сейчас брать кредиты? Это, я так понимаю, есть такая, ну, не дискуссия, есть такая группа экономистов, которые советуют активно сейчас брать кредиты. Потому что это через некоторое время будет выгодно, будет легче отдавать их. Ну, в силу облала рубля или что-то еще произойдет. Я немножко отвечу по-другому. Первое. Нельзя брать кредиты в валюте. Ни в коем случае. Так. Никогда в этой стране нельзя брать кредиты в валюте. Это во-первых. А прежде чем брать новый кредит, сейчас есть различные программы трансформации кредитования и снижения в связи с пандемией кредитных процентов. Вот надо просто поработать с банками, с банкирами, и пересмотреть ту кредитную программу, которая у вас есть сейчас и подумать, что вам предлагают. Ведь для любых низких процентов, о которых говорит наше правительство, там мелким текстом прописаны иные условия. То есть если ипотека для молодой семьи, там есть определенные условия для этой молодой семьи. То есть еще какие-то низкие вещи. То есть надо все посмотреть. Если вы уверены в завтрашнем дне и в зарплате в течение 10 лет, тогда кредит брать можно. То есть это должна быть уверенность на лет 10. А вот, кстати, в связи с кредитами и образованием. Здесь мы накануне, в предыдущую встречу, разговаривали с секретарем приемной комиссии. Он озвучил возможность сегодняшним абитуриентам, да и студентам, обратиться в Сбербанк, который может их прокредитовать. На очень выгодных условиях. Вы про этот кредит что-то можете прокомментировать? В том числе и для абитуриентов, это интересно, и для студентов. И для их родителей. И для родителей в первую очередь. Я хочу сказать, что для тех, кто поступает на эконом-факт, на первый курс, скажем так, в Институт управления экономики и финансов, это выгодная вещь, потому что все наши опыслники устраиваются. И вот, там же есть момент с устройством на работу. Особенно те, кто попадает в такие фирмы, с которыми мы работаем. У нас ведь есть момент, когда со второго курса уже работодатели отслеживают хороших студентов. И если человек нацелен на то и понимает, что ему надо будет его отдать, они найдут работу. То есть практически у нас такого момента с отсутствием работы, ну как бы его нет. Они, ребята, все устраиваются. И вот в данной ситуации, когда человек берет кредит, он должен знать, что он идет на ту работу, которая будет востребована, и у него будет возможность. Там же есть тоже вот это вот условие, что он же должен не просто взять кредит, его же отдать-то тоже надо. А для этого он должен устроиться на работу. А это можно только с определенными профессиональными компетенциями. Сам кредит получить легко, и насколько эта нагрузка в ближайшие четыре года? Вы знаете, я, если честно, так глубоко не входила в этот образовательный кредит. Там же все зависит от суммы. То есть насколько. По-моему, сейчас стоит вопрос, университет, он вообще не отдает кредит, и университет отдает за него проценты даже. То есть вообще, как бы, его есть такая отложенная, это так называемое отложенное кредитование, когда человек начинает отдавать свой кредит, когда он выходит на работу. То есть мы пытаемся взять модели западного мира, где очень дорогое образование, и кредитование, то есть люди отдают после устройства на работу достаточное количество времени, то есть средства на свое образование. Но в период кризиса надо вкладываться, вот есть один вопрос, я не знаю, он пришел ко мне, кстати, он пришел ко мне на почту. Помимо того, что вот у вас есть YouTube до этого, то есть вот пандемия, во что надо вкладываться? В евро, в доллары, в золото? Ну да, это вот продолжение того, брать кредит, брать, куда вложиться, куда вообще не суваться, может быть. Я отвечаю только одно, надо вкладывать в себя, в свое здоровье, в свое образование. Потому что повышение профессиональных компетенций всегда даст, помимо интеллектуального приращения, в том числе и материальное. Ну это так называемые долгосрочные инвестиции, да? Да, в самого себя. Кстати, вот вы уже упомянули, что такой вопрос в обществе витает, мы тихо-тихо так к образованию подвигаемся, в обществе витает, что слишком много у нас юристов, экономистов, ну кого-то там еще вспоминают, но юристов, экономистов чаще всего. Но при этом вы сказали, что всегда будут несколько профессий, которые будут необходимы обществу, куда бы его ни мотнуло и качнуло. И экономистов в том числе назвали. Вот экономистов с вашей точки зрения хватает или не хватает? Их надо в таком количестве готовить или не надо? И вообще, правильно ли мы их готовим? Может быть, под словом экономист мы просто скрываем огромное количество внутренних компетенций, которые крайне нужны обществу. Я очень не люблю этот вопрос. Знаете? Ну, как бы, надо на него ответить, потому что все время будет, ой, юристов сейчас развелось. Я понимаю, что почему-то сейчас очень модно, сейчас все вот говорят, и притом не только сейчас, а очень давно говорят о том, что очень много экономистов и юристов. Я хочу сказать первый, короткий ответ. Профессионалов мало не бывает. Это во-первых. Во-вторых, я немножко скажу таким образом. Расскажу такую тайну, почему я закончила финансовый институт. Я любила несколько других предметы и всю жизнь мечтала стать учителем истории. И вообще поступала на ИСТФАК Казанского университета. Но у меня была ошибка в аттестате. И приемка не приняла мои документы. Сказали, иди в школу, исправляй ошибку. Но мама такая говорит, не поступишь. Все, не так. Где еще сдает историю? Финансовый институт. Я говорю, мам, ну что я там буду делать? Вот ты понимаешь, ты всегда будешь при работе. Я не хочу сказать, что я была в восторге от выбранной специальности. Потому что образование чисто экономическое, оно нудноватое. Оно не экшеновское. Там есть вещи, которые надо сидеть и нудно делать, анализировать. И это не так красиво, как, например, космический корабль строить. Но жизнь сложилась так, что это образование спасло меня от очень многих вещей. И практически я никогда не была без работы в самые тяжелые моменты. Знания бухучета. То есть были моменты, когда я подрабатывала бухгалтером на малом предприятии. То есть вот эти вот моменты. И конец 80-х, 90-е, как бы я выживала тем, что у меня были вот эти профессиональные компетенции. Потом, конечно, поменялось. Я ушла в ВУЗ. И там надо было защищать диссертацию и так далее. То есть и момент, который... Я тоже не люблю эту фразу, но мы ее всегда произносим. То есть то, что мы даем ту специальность, на которую всегда можно устроиться в любой тайге. То есть мы даем профессиональные компетенции в любой тайге. В любой тайге. Хорошо сказано. В любой тайге. Я как-то вот не читала еще в те времена ГУЛАГ-то, потом-то прочитала. А потом муж мне рассказал историю, когда он попал в армию. Он говорит, я был таким... У меня была такая козырная должность. Я наряды закрывала. Я же из финансов выгнали. И я наряды закрывал. Он говорит, я получал обалденные деньги на Обаме. То есть знание таких вещей приводит к тому, что умение эти вещи делать дает людям выжить в очень сложных ситуациях. И поэтому экономисты и юристы будут нужны всегда. Как в любой ситуации, в любом мире, людям надо решить какие-то взаимоотношения. Поэтому юристам будут нужны всегда. Их мало не бывает. Поэтому спрос на этих людей не заканчивается. На этих специалистов не заканчивается. Да, меняется. Да, нужны аналитики. Да, даже в Англии с кем мы работаем не говорят. Бухгалтер, аккаутер, аккаутинг. То есть все это красиво. Что это все... Да, но мы работаем. Четыре арифметические действия и цифры. И эти цифры... Когда введение специальности нам читал Анатолий Борисович Чевашкевич, он говорил о поэзии цифры. Думаю, поэзии. Что тут можно какие-то песни? С годами я поняла, что цифры очень хорошо поют. И цифры могут спеть и до сами знаете каких вещей. То есть цифры правильно умение сосчитать, еще раз умножить, поделить, разделить и сложить, приводит или к одному, или к другому. То есть вот эти моменты, они будут востребованы всегда. Ну здесь скорее вот, смею так предположить, что вот такие разговоры в обществе периодически возникают, наверное, еще от того, что, как бы это тоже мягко выразиться, много случайных людей, если не назвать неких вообще товарищей проходимцами, пришли в экономику и в юриспруденцию, и в меди, вот и дискредитируют профессию. Вот вам не бывает иногда обидно, что голос профессионалов, о которых вы говорите, много не бывает, иногда тонет вот в каких-то посредственных, очень непрофессиональных, ну под прикрытием экономических рассуждений? Ну я вам хочу сказать, что проходимцы были, есть и будут. Карл Маркс, первый том, 23 глава, первоначальное накопление капитала. Мы не застрахованы и не избавимся от этого никогда. Потому что мошенничество, какое бы оно ни было, оно будет изощряться. Когда-то воровали кошельки и сейчас воруют, но сейчас воруют электронные деньги. Это было, есть и будет. И вот для этого нужны профессионалы, чтобы их было меньше, чтобы с ними бороться. Но так устроен мир. То есть человек родился, его приняли, он дальше развивается. Это ребеночек маленький, такой хороший, розовый, святой практически из него. Кто вырастает? Внешняя среда меняет нас всех. И никто не может сказать, что вот как мошенники. Мошенники, ну есть они, ну что. Надо просто уметь с ним бороться. Надо уметь понимать, что надо не вестись. Не вестись на сказки, которые вам рассказывают. Нет процента на депозите 200 в месяц. Ну нет этого. Это сказки. Потом вы сдаете деньги, человек уходит. Ну давайте в сказки не верить. Просто очень красиво, конечно, почитать сказку. Все, у Андерсона красивые сказки. Но есть вещи, которые надо понимать, что этого не надо делать. У Андерсона всегда грустный конец. То есть вы понимаете, то есть надо понимать, как надо себя вести. И экономисты, в общем-то, поэтому и нужны финграмотность. Где-то вот мы тут затронули. Но надо быть, каждый человек всегда, который имеет хоть небольшое количество денег, в цивилизованном мире имеет финансовую консультанцию. Консультанта, чтобы правильно распорядиться деньгами. Это есть. Это существует. То есть и вообще профессия финансового консультанта, консультанта по пенсии. Вы понимаете, у нас боятся эту фразу произнести. Консультант по пенсии. А вообще-то, ну как бы, если у человека есть возможность накопить, а почему нет? То есть есть вещи, о которых надо задумываться и говорить. Это вообще-то распределение собственных денег на будущее, это вложение. Есть же люди, которые как бы и пенсию себе подготовили тем, что занимались этим вопросом как бы заранее. Помимо государственной, которую он получает, но как бы другим моментом. Прежде чем мы окончательно уйдем в образовательную сферу и поговорим о жизнедеятельности института в этот сложный период, для любого вообще вуза, это приемная компания, все-таки еще один, как эксперту, вопрос на такую дискутируемую тему в обществе, связанную с тем, куда и как государством, ну нашим государством, мы за себя переживаем, бросить все-таки спасительные деньги. Ваше мнение. Вот есть та позиция, которая озвучена президентом, правительством, там 5 триллионов, которые пойдут в какие-то значимые отрасли и так далее. Есть точка зрения, например, что нужно было бы сегодня через государственные гигантские вливания, да, там жертвы на пути определенными параметрами, например, максимально снять кредитную нагрузку с населения. То есть писать ли проценты автоматом, все ли кредиты, ну каким-то образом облегчить вот эту массу и тем самым стимулировать спрос, потому что больше свободных денег у населения окажется на руках, меньше будет закредитованность. Вот с точки зрения, вот спасительный круг сейчас оптимально брошен в экономику, или можно было бы еще подумать, не критикую власть, советую власти. Ну я, может быть, я свою точку зрения, свою точку зрения. Ну, во-первых, как вам сказать, я считаю, что никакие долги списать не надо. Каждый человек сам на это подписался и должен был думать. И если есть программа поддержки в той или иной ситуации, ее надо посмотреть, если уж совсем плохо. Давайте начнем с этого. Это раз. Есть программы даже, я же говорю, уменьшение процентов по кредиту. Никогда обыкновенная раздача денег не приводит к росту экономики. Мы это с вами видели, молодежь это не помнит, а мы с вами видели, когда в 80-е годы, когда Горбачев выливал очень многие вещи, давали как бы вот эти вот кредиты, которые как бы в качестве зарплаты, потом предприятия, потом в конце концов не все выживали в этой ситуации. Люди получали зарплату, а все остальное как бы не развивалось. То есть были моменты, когда вбрасывали единолично в медицину все какие-то моменты, но это не привело. Я считаю, что если что-то и развивать сейчас, то это естественно образование, естественно медицина и инфраструктура. Развитие любой инфраструктуры приведет к изменению качества жизни. Любые изменения в дорожном строительстве, в дорогах, приведут к тому, что люди будут больше ездить и просто приносить прибыль туризму. Все равно мир откроется, и страна откроется, и мы будем ездить. Хотелось бы ездить по хорошим дорогам, по хайвеям. На сегодняшний день только 83% федеральных дорог соответствуют мировым стандартам, а региональные дороги, по-моему, где-то процентов 47. То есть это вот одно из направлений, то, что потом даст толчок. То есть надо вкладывать то, что потом даст толчок, а не в сегодняшний день. Сегодня мы их скушали, и все, они же завтра не появятся. То есть поэтому я вот против такой раздачи. Поэтому я еще раз говорю, мы с вами это видели, к чему это привело. Спасибо. Тут твич подключился, вопросы пошли, поэтому пользователи ютюба я перед вами извиняюсь. Чуть позже мы вернемся к вашим вопросам. Твич, такой просто вопрос фундаментальный. Какой экономической теории придерживается директор института экономики? Адама Смита, Стиглица, монетарно или другой? Монетарная, я даже не знаю, что это... Монетарная экономика. Монетарная, а, видимо, а, ну что-то фамилии идут, а потом вдруг... Да, значит, я хочу сказать, как руководитель кафедры экономической теории... А, вот видимо, да. Что я читаю всех и придерживаюсь всех. Я не хочу сказать, что я что-то ставлю по главу угла, но, как любой экономист, каждый из нас должен знать все направления. И теорию Рикарда, и теорию Адама Смита, и теорию капитала. Конечно, все знают, что я очень люблю Карла Маркса и во многих вещах цитирую капитал, и поэтому придумала такую вещь, как Маркс. Самый блестящий экономист, да, который... Но он не совсем экономист, но он один из фундаментальных трудов, который ответил на ряд чисто теоретических и практических вопросов. И я даже придумала такой праздник для студентов, который называется Марксфест. Да, да, да. Да, да, который, они как бы в том числе соревнуются в знаниях Карла Маркса. Я никогда не отвечаю, какой теории я придерживаюсь, потому что на кафедре преподаются все теории. Но я хочу сказать, что я не идеалистка, и я понимаю, что пока миром правят деньги. И умение зарабатывать, сохранять и распределять собственные ресурсы, в том числе помимо ресурсов организации, ресурсы семьи, я думаю, что это вот та основная теория, которой я придерживаюсь, как правильно заработать и сохранить. Так, спасибо. И теперь у нас остается еще часть программы, которую хотелось бы посвятить, собственно, вот экономическому образованию. То есть экономисты нужны, убедили в нас, потребность профессионалов крайне высокая в обществе, во всех экономиках мира. Как идет набор этих будущих профессионалов? Какая сегодня картина с абитуриентами? Когда еще ведь есть такой вопрос всегда, который задают в частных беседах, больше здесь я его не вижу пока. Но вот абитуриентов, когда идет много, то возможно падение качества их, то есть проходной балл падает. Вот с какими показателями, в каком количестве и куда преимущественно идут ваши абитуриенты сейчас? Ну я хочу сказать, что у нас за последние годы очень сильно изменилось количество бюджетных мест. Мы очень секвестированы. В 2014 году на экономику было 250 бюджетных мест на все направления. Сейчас осталось, ну если мы сейчас, сейчас вот я немножечко посмотрю, ну где-то около 90, а нет, 60 бюджетных мест всего. А вот вообще что происходит с бюджетными местами? Почему мы так нещадно режем? А вот поэтому мы и говорим, что экономистов не нужно. Вот это самое главное оправдание, что мы режем бюджетные места. И исходя из этого, естественно, очень высокий проходной балл. Очень высокий проходной балл. И, конечно, поступят не все, очень большое количество контрактников, которые учатся. И в связи, я очень попрошу дать первую таблицу. Да, вот она появилась. Да, да, да. Мы здесь специально поставили проходные баллы за последние 5 лет. То есть, вот примерно, это не говорит о том, что в 2020 году будет 1 в 1, нет. Но это вот мы все взяли тенденцию за последние 5 лет. Значит, как идет набор? Идет набор хорошо, заявлений много. Самые последние... Я единственная в период приемной кампании хочу обратиться к родителям, чтобы они раньше определились с направлением, потому что будет очень сложно, когда... И положили уже оригинал, чтобы этого не было в последний день. Потому что бывают и слезы, и истерики. То есть, это надо сделать сразу. Если у вас, вы видите, что у вас как бы определенный проходной балл, вы уже не дотягиваете, не ждите 20-х чисел. Оплачивайте по контракту, чтобы не стоять в очередях уже впоследствии. А сейчас сроки очень маленькие. Желаю по выходу приказа. Да, просто у нас в этом году очень жесткие, сжатые сроки. И нам надо будет... Последний приказ выходит 31-го, в том числе и по контракту. Нам надо все успеть сформировать. А сейчас ситуация такова, что наши абитуриенты застыли в ожидании. И сейчас работает такой момент. Очень многие еще не положили оригиналы куда-то. И люди считают, что у них 205 и 210 баллов. И они попадут на бюджет. Не попадут. То есть таблицы видно, что вообще никуда не попадут. К сожалению, не попадут, потому что в 20-е числа августа посыпятся оригиналы. Их будут накладывать. И потом будет момент, потом пойдет нервозность по уже контрактному обучению. Вы понимаете уровень, когда уже надо подумать о контракте? Или об образовательном кредите. Вот это вот момент. То есть мы тут можем уже по кредиту... То есть вот момент такой. То, что касается направлений, связанных с географией, с природой, обустройством и картографией. У нас институт же очень интересный. То есть мы всегда говорили об экономике. А я считаю, что фишкой института, помимо того, что мы всегда изучали, экономика, финансы, менеджмент, у нас все-таки есть территориальное развитие. То есть мы готовим специалистов, которые могут сосчитать, сколько районов надо Казани. Как сделать то или иное озеро. Вот, например, все гуляют по Булаку, правильно? Одним из авторов реконструкции Булака является наша офисант Масурна Мингазова, завкафедра природопостройства и водопользования. То есть среда, в которой живет человек, качество жизни, среда, это тоже наше направление. И вот эти ребята, там, конечно, балл пониже, потому что там много инженерных составляющих. И там, видимо, они еще между биологами, экологами тоже еще выбирают. То есть это вот тоже наше направление. Очень хорошее направление у нас геоинформационная система. Это тоже связано с развитием территории и городов. Ну, как бы, вот такое у нас тоже есть. Вообще стоимость высокая сегодня обучение. Целый ряд направлений декларировали, что они не изменили вообще стоимость. Мы не изменили стоимость по сравнению с прошлым годом. Вот сейчас пошла вторая таблица, первая ее часть по платному обучению. У нас просто очень много программ. И вот они все представлены. Пусть она полминутки повисит, и потом дайте, пожалуйста, вот это продолжение. То есть вот они как бы разные. Но самая высокая стоимость, это 199 тысяч. Это наша любимая программа. Программа с университетом, с лондонской школы экономики. Вот. То есть она... С лондонской школы экономики 199 тысяч рублей. Да. Рублей. Да. Плюс 6 тысяч фунтов стерлингов, которые они будут платить в течение трех лет. Сама программа в Лондоне стоит в год 35 тысяч фунтов стерлингов в год. Вот это, кстати, очень важно услышать. Мне кажется, многим мы родителям и абитуриентам к вопросу, что аналогичное образование в Казанском федеральном университете... Да. Значит, немножечко об этой программе. Я не скажу, что его дарят, да. Ну, его, конечно, не дарят. Очень сложно. Несопоставимо низкое. Да. Не просто там учиться. Вы учите... Вот, кстати, к вопросу об онлайне. Обучение с Лондоном в онлайн. Ребята не едут в Лондон. Если хотят поехать в Лондон в районную школу, это отдельные деньги, это отдельная программа. Все обучение идет на английском языке. Преподаватели отбираются лондонской школой экономики. Не как бы, мы рекомендуем, но отбираются лондонская школа. Это тоже очень важно, это вопрос качества образования. Да, лондонская школа экономики они отбираются. Вот, то есть там каждый преподаватель проходит онлайн-собеседование. Вот, и впоследствии, как бы, первый год они учатся, они готовятся к поступлению. Дело в том, что бакалавриат в Лондоне три года. Они учатся год, учатся у нас, как бы, готовясь сдать ряд таких вот экзаменов. Они готовятся к IELTS, потому что их зачисляют в Лондоне на основе IELTS. И затем они учатся 6 тысяч фунтов стерлингов за три года, 2 тысячи фунтов стерлингов в год. Это есть определенное количество предметов, которые они сдают преподавателям из Лондона. И изучают их онлайн. И консультируются с лондонскими преподавателями. Вот такая вот у нас программа. И сразу мы можем перейти к нашему онлайну. Мы можем сразу сказать о нашем онлайне, о котором очень много дебатов. Ну, вы как вы стояли, кстати, в этот онлайн? Мы стояли хорошо. Мы стояли нормально, мы стояли хорошо. Как вам сказать? Я поняла так, что в институте управления экономики и финансы еще вторая фишка. То есть помимо нашего территориального ставления, у нас такая фишка. Мы очень хорошо коммуницируем и разруливаем ситуацию. Мы это мучим. Потому что, и поэтому, мы как-то, конечно, были определенные нюансы, но мы очень спокойно перешли на дистант. Мы хорошо работали в дистанте. Я думаю, что студенты были счастливы, когда их консультировал директора института, который они до этого не могли найти. И все, то есть ребята находили нас в ТИМСе постоянно. То есть первый минус, это, конечно, увеличилась нагрузка на преподавателя. Но мы справились с этими вещами. То есть я считаю, что нормально. Мы прошли защиты, онлайн-защиты. Мы все присутствовали онлайн. Я считаю, что тяжело было делать онлайн-выпускной. Хотелось всем прийти и обнять друг друга. Самое главное потери – это отсутствие человеческого общения живого. Но это мы как бы, вот мы это прошли. Сейчас у нас новый этап вернуться в офлайн. Мы начинаем полностью в офлайн учиться с 1 сентября. Сохраняя масочно-перчаточный режим. И как бы вот мы возвращаемся к своей обычной жизни. Есть, конечно, в этом особенность социальных сетей. Поскольку мы работаем через них прежде всего в нашем онлайн формате. Есть группа злых вопросов. Как их не задать? Давайте на них тоже попробуем ответить. Какие факультеты вы рекомендуете для деток из незащищенных слоев населения? Об образовательном кредите вы уже рассказали. И этот же автор спрашивает. А дети-сироты и дети из социально незащищенных слоев могут попасть на факультет менеджмента, где сумма платного обучения 199 тысяч рублей? Какие у них шансы? Или это для богатеньких элитарных деток? Ну, во-первых, так. Такой злой вопрос, но предметный. Значит, те, кто сироты и имеют определенные льготы, у них отдельное поступление на бюджет. То есть там есть вопрос поступления на бюджет этой категории ребят. Если они не проходят по проходным баллам, то чуть ниже проходные баллы на географию с картографией, можно было бы сдать географию и поступить туда. И потом через магистратуру по экономике получить уже такое очень хорошее полное образование. Ну, как бы, я не могу придумать проходный балл. Богатенькие детки на платку поступают. То есть есть, как бы, это же не о бюджете идет речь. Вот, то есть снижение. Вот я не регулирую цену на обучение, но вот она такая, какая она есть. Ну, вот есть ли дополнительные платы в обучении, вот как учеба в Лондоне, это, видимо, про вот ту программу, которую вы рассказывали. Это по Лондону. Это по Лондону. Вы уже, в общем, сказали, что есть. Да, да, да. Если ты нацелен еще и в Лондоне пройти определенный этап своего обучения. Вот есть еще один злой вопрос. Хочу поступить в ваш институт. Ну, слышала, что сессию сложно сдать без, так сказать, коррупционной составляющей. Правда ли это? Правда, тут уже началась своя дискуссия. Кто-то пишет, что это неправильно, что это вот сдают без всяких проблем и денег. Ну, вопрос есть. Вообще, это неправда. Это неправда. Я не знаю, с каких пор это почему-то. Нет никакой коррупционной составляющей. Дело в том, что если вы учитесь и выполняете все элементы учебного плана, вы все сдаете. Как бы нет проблемы. Если человек учится, он сдает. Основная проблема очень многих наших студентов – это физкультура, на которую они не ходят. Ага, да. Да. Да, они просто не ходят, они забивают на нее, скажем так. И потом думают, как же это сдать побыстрее. Не получается побыстрее. Идите, отрабатывайте, идите, побегайте, отожмитесь, ручки потренируйте. Поэтому надо просто выполнить те параметры, которые даются на предмет. Нет. Ну, это, кстати, вопрос совсем не к институту. Ну, это кафедра физкультуры, она существует как общеуниверситетское подразделение. Нет, но дело в том, что… Не прикреплена к конкретному институту. Я вообще считаю, что если человек учится и выполняет все задания, он задает. И как бы таких предметов, таких вопросов не возникает. Ну, и уже так спокойная такая формулировка. Нет никаких дополнительных плат в процессе обучения, кроме как вот той, что за год осуществляется. Нет, никаких плат нет, если сам… Нет ли что-нибудь, как в школе. Если только человек сам самостоятельно не захочет проходить какую-то дополнительную образовательную программу, сам самостоятельно, то так это только вот плата, которая есть. И вот еще несколько, вот прям до образования дошли, видимо студенты включаются активно. Можно ли перевестись в ваш институт на бюджет из другого института к ФУ? И перевод возможен ли при наличии свободных мест? То ли вопрос, то ли разъяснение. Этот вопрос решает комиссия, которая создана при первом проректоре. Конечно, перевестись можно, если есть таковые места. Спасибо. И был еще вопрос, связанный с вашими программами. Есть ли обучение фондовых рынков? Ну, фондовому рынку, видимо, работа с ценными бумагами. Значит, есть кафедра финансового инжиниринга и финансовых институтов, есть определенный трек магистратуре и есть определенные направления по калавриате. Но это надо поступить на отделение экономика. Через два года идет профилизация, и там можно уже думать и о фондовых рынках. И вопрос, на который, я прочитаю его, как он звучит, он связан с иностранным студентом, поэтому хотелось бы, чтобы вы прокомментировали. В Туркменистане сдавали дистанционный экзамен. Теперь собираюсь оплатить, но банк в Туркмении не принимает. Говорят, что ждут решения и списка поступающих с консула. Ну, от консула, видимо. Да, да, да. Прошу решить эту проблему. То есть, вот что делать ребятам из Туркменистана? Насколько слышал, там есть какие-то вопросы. Это проблема, связанная с банком. Если вот вы мне фамилии просто отправите, мы просто... Ну, тут вот Никс, а, нет, есть тут фамилия, да. Вы можете просто... Мы от приемки проконтролируем, чтобы они как бы... Но мы как бы не решаем вопрос, это проблема страны. Но мы ждем. Мы даже в прошлом году не требовали сразу полной оплаты, дали им рассрочку платежа, зная, что в стране такие проблемы с переводом денег. Как будет пришлен в этом году вопрос, я не знаю. Но это не повлияет на процесс зачисления? Нет. Договоры есть, деньги пришли, а вот... Если часть денег пришла именно в данной ситуации, то они зачисляются. Просто ему надо этот вопрос еще с нашей приемной комиссией согласовать, и все. Хорошо, спасибо. Я думаю, если вы сможете, вы услышали все рекомендации. Да, да, да. Ну и вот время, к сожалению, нас поджимает. Все-таки вопрос вопросов. Уже и министр выступал, и президент России проводил совещание. И, значит, здесь информация на портале КФО постоянно появляется на эту тему. И все-таки он все время звучит. Ну, не верит пока еще в полной мере нам. Первого сентября начнется учебный год все-таки? Да. Или нет? Да. Первого сентября начинается учебный год. Живем. В оффлайне. Живем. Живем. Мы начинаем учебный год живьем. Ну, дистант в этой истории, в новой, теперь уже истории, в новой, постпандемийной реалии. Дистант и онлайн. Ну, я думаю, это будут элементы, как это сказать, элементы данного образования. Давайте дистант и онлайн сейчас может быть для студентов из стран, с которыми закрыты границы, но которые сдали экзамены. Вот они будут подключаться онлайн и на дистант. То есть наши ребята, которые в Казани, в России, которые приехали, они сидят в аудитории, эти подключаются. Потому что закрыт Туркменистан, закрыт Таджикистан и закрыт Узбекистан. Часть уже людей сдали экзамены, зачислены даже, они оплатили и зачислены. То есть вот для них, конечно, дистант. Все. То есть если человек... Те, кто физически добрался до Казани, живьем. Да. Но если человек заплатил, поступил, но еще не смог приехать, ну, скажем так, по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, он может подключиться. Но первокурсник не сможет подключиться, который не приехал сюда. То есть ему надо получить все равно эти пароли. Но если будет какая-то ситуация, мы поможем ему. Ну, как бы сделаем все возможное. А так, как бы, все остальные приходят. Ну, и хотелось завершить каким-то неожиданным вопросом. И тут неожиданно Твич помог. Такой вот вопрос прислал один из пользователей. Каких ведущих экономистов страны вы за последний год пригласили в институт с открытой лекцией? И что директор думает о возможности, видим, приглашения об альтернативщиках? Например, Анатолий Вассерман. Для меня совершенно неожиданно, что он альтернативщик в экономической теории или практике. Вообще-то Вассерман, по-моему, был даже в Казанском университете в определенный момент. Я хочу сказать, что у нас здесь с лекциями выступал заместитель министра финансов Лавров и будет продолжать выступать. У нас выступал декан эконом-факу МГУ АУЗА и будет приезжать выступать. К нам приезжает ряд заведующих кафедр из других российских университетов и выступают. Я не хочу сказать, что у нас был Глазьев или иноземцев или еще кто-то, но мы стараемся приглашать. У нас очень часто читают лекции наши профильные министры. Это Марат Адипич Софиолин, Республика Тарстан, Абдулганеев у нас читал лекции, у нас читал лекцию Гайзатуллин. То есть, как бы наши министры профильные. И сказать, что кого мы еще позовем, альтернативщиков, я не против позвать, если они приедут. Потому что очень часто альтернативщики выступают за деньги, где-то бесплатно выступают. А у многих альтернативщиков это бизнес. То есть, у нас даже была Тина Канделаки. То есть, она как бы не экономист, но очень популярна у молодежи, и это вызвало очень большой интерес. То есть, потому что они в нашем любимом актовом зале, там они обсуждали очень многие вопросы. Поэтому у нас каждый месяц кто-то приезжает, кто-то выступает, и это будет продолжаться. Илья Гумерновна, с вами всегда интересно и содержательно. Спасибо. Я нахожусь в состоянии некоторого разочарования, что режиссер прекращает наш эфир. Но надеюсь, что мы в ближайшее время сможем все-таки встретиться и продолжить. Особенно вот эту часть разговора, касающуюся нашей жизни, нашей экономики и реалий в постпандемийную эпоху. Хорошо. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо.